Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях ученик курса робототехники Арслан, да? Привет, Арслан! Здрасте! Как тебе дела? Хорошо. Хорошо, настроение? Очень хорошо. Очень хорошо. Тогда мы начинаем. Сегодня мы будем поговорить с Арсланом. Интервью про Арслана. Арслан, я тебе задаю некоторые вопросы сегодня, а ты будешь отвечать только честно, хорошо? Хорошо. Хорошо, ты готов? Да. Да. Начинаем. Арслан, чем ты занимаешься в свободное время? Если так честно, я играю в баскетбол с друзьями, а именно с одноклассниками. Ну, еще некоторое время я уделяю к играм на компьютере, на телефоне. Еще? Ну, остальное на некоторые уроки. Какие уроки, например? Математика, русский. А наш курс лабораторий, это не урок, что ли? Урок. Урок? Ага. А ты тоже? Ну, к нему готовиться я не смогу. Ты без приготовления ходишь, что ли? Ну, иногда да. Наш учитель же тебе задает какие-то, ну, задания, ты это делаешь? Да, но если бывают сложные, я не успеваю сделать их, но я их доделываю. Да. Да. Окей. Хорошо, он, хотя бы он честный, да? Все, честность, за честность мы. Давай поговорим о наших занятиях. Тебе они нравятся или нет? Ну, нравятся, да. Советую многим. Моим советую, да. Хорошо. У тебя учитель какой, хороший или плохой? Сразу скажу, у меня было три учителя. Ага. Все три, они были хорошие. Ну, не были, а будут хорошие еще. Ага. Первый у меня Мурат Альфредович был. Ага. Он хороший учитель. Он учил меня с первого по второй месяц. Потом у меня сейчас Мерзакя. Ага. Он тоже хороший учитель. Он первое место занимает по всему Ургенчу. Провод техники. И третий час, который нам проводит, это на пять лет старше, походу. Его зовут Аблазис. Ашла, давай поговорить о твоих оттенках в школе. Ага. Честно сказать, учусь на 4-5. Ага. Можно сказать, отлично. Больше люблю урок математики. Какие у тебя оттенки по рисованию, например? Честно скажу, рисовать хорошо не умею. Ничего, зато по математике 5. Какие планы? Планы... У меня утренняя школа. Ага. Больше времени до обеда буду уделять к сну. Ага. К сну. Остальное время буду учиться. Всем совет от Арслана. Надо уделять внимание не только учебе, да? А сну тоже. Да, потому что мозг успевает отдохнуть. Да. Потихоньку переходим на серьезные вопросы, если ты не против. Ну, каким качеством должен обладать хороший, по твоему мнению, конечно, человек? Хороший человек должен обладать хорошими качествами. Ага. Какими хорошими качествами? Трудолюбивость, самое главное. Ага. Трудолюбивость. Ага. Что? Выносливость. Выносливость. Ага. Хорошая. Стремление к цели. Это идти к своей цели и знать ее. Самое главное ее поставить. Ага. А ты уже поставила себе? Да. Какие? Например? Я бы хотела сейчас так-то подумать, я бы хотела себе купить новый Роллс-Ройс. Новый Роллс-Ройс? Ага. Отлично. Но пока я еще стану взрослым, уже новые машины придумают. А ты сам хочешь придумать новую машину? Да. Хорошая. Классная. Так, всем любителям красивых машин он будешь, конечно, будет создавать для вас машину. Так что запомните его номер. А ты ждешь Новый Год? Да. Ждешь. Ага. Ну, в общем, ты веришь в Санта? Да. Так. Представим, что Санта... Санта есть. Не представим, Санта есть. И он хочет, чтобы ты написал ему какое-то письмо. Да. Что бы ты написал? Минуточку подумать. И я бы написал быть счастливым. А сейчас ты не счастливый? Счастливый? Ага. И что? Это больше зависит от меня, конечно. Ага. Мой интерес. Но я бы хотел стать богатым. Ага. Очень богатым. Моя главная цель. Ага. Стать богатым и счастливым. Да. И у меня есть еще одна цель. Ага. Стать самым богатым человеком в мире. Молодец. У нас в гостях в будущем самый богатый человек из Ургенча. Арслан Бек. Атабаев. Атабаев. Атабаев Арслан Бек. Запомните. Мы переходим на блиц-вопросы. Я быстренько задаю вопросы, а Арслан должен быстро отвечать. Не задумывайся. Все. Мы начинаем. Арслан, начинаем. Арслан не знает, какие вопросы я буду задавать. И он прям волнуется, я вижу. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Первый вопрос. Что бы вы предпочли? Обладать неземной красотой или непроизведенным чувством юмора? Чувством юмора. Чувством юмора. Ага. Следующий. Что бы вы предпочли? Уметь говорить на всех языках мира или уметь разговорить? С животными. Все языки мира. Все языки мира. Ага. Молодец. Что бы вы предпочли? Уметь читать чужие мысли или летать? Читать чужие мысли? Это же неинтересно. Это интересно. Как ты будешь... Как будет, если ты знаешь заново мысли, например, и есть друг, да? Да. Ты... Он хочет с тобой поговорить, пообщаться, а ты уже знаешь его мысли. Как будет? Я сперва с ним поговорю, как будто я ничего не знаю. Ага. И узнали о его мыслях, о наших курсах и, в общем и целом, о нашем мире. Если вам понравилась эта рубрика, мы будем еще снимать, и мы будем еще раз поговорить с нашими учениками. Все, до свидания.